Друзья, всем привет! Сегодня у нас третий день на обучении в Институте Пассивного Дома на курсе проектировщика. Сегодня у нас была тема окон. Продолжаем наш видеодневник. Александр сегодня рассказывает про то, что такое настоящее энергоэффективное окно. Не обязательно там пассивное. Принцип, он должен быть у всех окон одинаковый. Александр, что такое качественное, хорошее окно? Здесь подборка из более-менее хороших окон. Есть с сертификатом пассивного дома, есть попроще. Значит, первое, на что обращаем, это характеристики рамы. Рама это у нас непрозрачный элемент окна. В данном случае с открывающейся, может быть глухой вариант, может быть с открыванием. Значит, ну, начнем с самого такого более-менее крутого. Это Генео с сертификатом пассивного дома. Рихао Генео, ПХЗ. Значит, здесь не чистый ПВХ, а с фиброволокнами, поэтому до определенных размеров можно отказаться от армирования и заполнить эти пространства теплоизоляционными вкладышами. Три контура уплотнения. Вот они, три контура уплотнения. Причем, уплотнители все хорошие, тем более средние, очень качественные. Замыкание уплотнителей всех с проклейкой. Далее, обращаем внимание на то, чтобы вот здесь вот эти вот все пластиковые наплывы и вот здесь были убраны, чтобы у нас действительно уплотнители работали. То есть, они хорошо замыкались. То есть, можно убирать вот эту историю, вот поворотно-откидную фурнитуру, то есть, делать только открывающиеся, либо скрытые петли, чтобы еще лучше работали уплотнители, были действительно такие полноценные три контура. Но не забываем про то, что так как у нас есть дренажное отверстие, то вот одна из вот этих полостей, да, то есть, в данном случае, она не супергерметичная. То есть, если у нас есть три контура, то по факту полноценных у нас два. На окнах, где, например, два контура, понимаем, что полноценный только один. Из-за вот этих вот дренажных отверстий, которые, ну, в любом случае, дают ухудшение теплотехники вот этой прослойки. Значит, что еще, если говорить про эффективные окна, это теплые дистанционные рамки. Они позволяют снизить теплопотери по краевому эффекту, примыкание рамы. Рамки надо выполнять с помощью гнутья. То есть, не стыковка, как стандартная, а именно методом гнутья. Стыковка всегда плохо, потому что у нас вот здесь, с точки зрения разгерметизации, слабый узел, низ фольги на рамке, соответственно, будет повышенный риск разгерметизации. Здесь в углах никаких проблем нет, и стыковка у нас идет где-то сбоку. То есть, ну, никак не будет. То есть, туда отходим немножко. Да. Примеры здесь рам разные. Вот есть с алюминиевыми, стеклопакетов с алюминиевыми рамками. Их надо избегать, тем более, если они с методом стыковки. То есть, лучше теплые рамки, ну, и методом гнутья. Значит, попроще, какие у нас решения есть. Лучше, чтобы были с тремя контурами. Это вот и Форте Диккёнинг. Либо есть Элегант Диккёнинг. Есть 80-е серии у Веки. Еще есть другие серии, значит, у Рихау. То есть, важно и желательно, чтобы была широкая рама и три полноценных контура уплотнения. Теплые рамки и, желательно, скрытая фурнитура. То есть, не стандартная, а скрытая. И тем самым мы можем значительно улучшить теплотехнику окна. Следующее, что важно, это выносить окно в зону теплоизоляции. Выносной монтаж, да? Да, то есть, теплый выносной монтаж. В идеале использовать, ну, как минимум, это теплые подставочники. Вот он, теплый подставочник. Благодаря вот этому подставочнику часто вот здесь вот эта теплотехника лучше, чем у рамы. Причем, значительно лучше. То есть, здесь ничего не промерзает. Снаружи отлив подходит, изнутри подоконник. У нас очень теплый узел. Стандартный узел с вот этим холодным подставочником, который вечно сломан. Всегда плохой, промерзает. Надо там что-то пропенивать, что-то делать. То есть, он и не герметичный, и, соответственно, холодный. Сам теплый монтаж, если есть возможность, лучше сделать современные материалы. Это конструкционный пенополистирол. Может быть, Мезенбург. Может быть, Компакт Фуам. Вот этот вариант, да? То есть, выносного монтажа. Ну, в данном случае, это подставочник. Но есть и соответствующий выносной монтаж. Вынося вот этот элемент в зону теплоизоляции, то есть, за какую-то стеновую конструкцию, мы максимально качественно делаем нижний узел. Боковой узел мы можем перекрыть теплоизоляцией. Соответственно, помимо того, что у нас теплая рама, мы еще перекрываем теплоизоляцией, еще улучшаем и боковой, и верхний узел. Нижний мы, к сожалению, перекрыть не можем, потому что нам надо подвести отлив. Но в любом случае, этот узел за счет теплого подставочника будет тоже гораздо лучше, чем стандартное решение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok